Всем привет, это AXBT.com и мы ведем второй выпуск нашей передачи «Китайская барахолка». С вами Михаил Панюшкин и Сергей Уваров. В прошлом выпуске мы с вами познакомились с двумя китайскими смартфонами. Вы нам после выпуска оставили кучу всяких комментариев, пожеланий, идей, советов, критики и так далее. Спасибо вам за это большое. Будем надеяться, что вы и дальше будете также активны. Ну а мы сегодня вам расскажем о двух новых китайских смартфонах. Это Elephone Voni и Укител К10000. Собственно, в этот раз у нас два смартфона в черных коробках, поэтому мы решили сделать черный фон. А начну я с Укител К10000. Я его уже показывал в прошлый раз. Что это такое? Самое главное у этого смартфона это прежде всего батарея. То есть он вот такой вот толстый, не как обычный смартфон. Я походил с ним недельку и после этого взял в руку какой-то обычный смартфон и мне показалось, что он уже слишком тонкий. Он очень тяжелый, его вес 300 грамм и батарея в 10 тысяч миллиампер часов. Китайцы утверждают, что этот смартфон будет работать без подзарядки аж целых 10 дней. Но это что? Неправда. Это неправда. В активном режиме смартфон у меня проработал около 3,5-4 дней. И это на самом деле немало, потому что режим был и правда очень активным. У меня постоянно работал Facebook, который, как известно, сокращает время автономной работы батареи. Twitter, синхронизировалась почта. У меня работал Moves. Moves это такая штука, которая следит за тобой через GPS и пишет твой трек, то есть сильно расходует батарейку. Я постоянно запускал какие-то приложения, смотрел в Google карты. Правда, я не играл ни в какие игры, потому что я, ну, в общем, не люблю игры на смартфоне. Тем не менее, на мой взгляд, смартфон держался молодцом. Для меня это было немного непривычно. Я привык заряжать смартфон каждый день. Это достигается не только за счет большой батареи, но еще и за счет того, что смартфон не очень производительный. Здесь четырехъядерный процессор MTK6735, 2 гига оперативки, дисплей, несмотря на то, что с диагональю 5,5 дюйма, он 720p. Поэтому смартфон оказался достаточно экономичным. В тесте Antutu он набрал всего 20 тысяч баллов. Это мало. Надо сказать, что таких результатов достигали в свое время смартфоны вроде Samsung Galaxy S2. То есть это было четыре года назад. Действительно давно. Ну, что касается дизайна, то главное здесь впечатление, что это смартфон защищенный. На самом деле, как я понимаю, это не так. Смартфона нет никакой защиты. И если его уронить, то закончится это очень плохо. Ну, это, скорее всего, закончится плохо. Да, действительно, смартфон выглядит как вот такой вот танк, можно сказать, там, срисованный с какой-нибудь верту. Ты уже готов идти в китайский дизайнер. Практически. Но на самом деле он просто выглядит вот так вот брутально. Ничего совсем уже брутального в нем нет. Зато заклепки, смотри, какие. И всякие там эти винты, гвоздики. Это действительно неплохо, потому что по сравнению с обычными современными смартфонами, которые все вот такие вот прилизанные обмылки, он выделяется. Я знаю, на кого ты намекаешь. На Samsung, конечно. Мои друзья-стройболисты, когда его увидели, сказали, ооо, какой смартфон. О чем я еще забыл рассказать? О камере. Камера не вызывает желание немедленно взять и удалить приложение камеры. То есть, ну, каким-то образом ей можно пользоваться. Здесь всего 8 мегапикселей. Тем не менее, снимки получаются, ну, нормальные. Камера для селфи всего 2 мегапикселя. Селфи получается не очень. Видимо, дело во мне. Надо еще сказать о том, что с его помощью, конечно же, можно взять и зарядить какой-нибудь другой смартфон. То есть, можно взять, подключить к выходу такой вот шнурок, сюда воткнуть. Кабель? Да, кабель Lightning. И зарядить айфон. И тогда удастся с этим айфоном. Айфон продержится больше одного дня. Давай расскажи тогда про свой телефон. Значит, этот смартфон понравился мне существенно меньше, чем Миша и его смартфон. Хотя этот гаджет позиционируется как флагманская модель, флагманская модель элефон. Тем не менее, здесь много недостатков, которые мы нашли и которых мы сейчас вам расскажем. Но прежде всего, недостаток это название. Как можно было назвать смартфон? Элефон Вовни. Или элефон Вони. Здесь должна была быть шутка. Главная его фишка – это экран Quad HD, то есть это 2560 на 1440 точек. Однако… Это вообще заметно хоть как-то? Ну, по сути, нет на самом деле. То есть это можно быть заметно в том случае, если вы будете использовать смартфон в шлемах виртуальной реальности. Вот это, пожалуй, единственный сценарий, в котором такой экран действительно может быть полезен с точки зрения его разрешения. Кстати, да. В обычной жизни никак. Я не вижу особенной разницы. То есть, да, у меня не стопроцентное зрение, но тем не менее, яркий экран здесь вот какой-то не очень яркий здесь. А, он какой-то не яркий совсем у тебя. На самом деле, яркость здесь неплохая и, в общем, все параметры экрана достаточно приличные, кроме двух. Во-первых, на экране очень плохое олеофобное покрытие. Второй момент – это то, что здесь довольно странная подстройка яркости, поэтому весьма некорректно она иногда работает. Но, в общем, с этим вполне можно смелиться. В остальном экран вполне достойный. Но, опять же, главная вот проблема – это то, что зачем, в принципе, такой экран нужен, если только не для шлемов виртуальной реальности. Еще один недостаток – это дизайн. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, это недостаток. Кому-то, может быть, он понравится. Здесь пластиковый корпус, небольшие такие металлические вставки на гранях. При этом пластик скользкий, не очень приятный. И покрашен он, конечно, в такую золотую краску. Это цвет iPhone Gold. Я его узнал, давай. Но, на самом деле, выглядит он, конечно, далеко не так симпатично, как Xiaomi Redmi Note 3, который у нас был в прошлом выпуске. И вот ощущения флагманского аппарата здесь от дизайна нет. То есть, так мог выглядеть аппарат гораздо более дешевый. К слову, этот смартфон стоит у производителя 300 долларов. Это довольно много. Тогда как этот смартфон существенно дешевле, насколько я понимаю. Да, он стоит 200 долларов. И за свои, в общем-то, уникальные характеристики, интересный дизайн, мне кажется, это нормальная цена. Но если вы не играете, конечно, в 3D-игры на смартфоне. Здесь таких уникальных характеристик нет. Хотя, действительно, характеристики технически очень впечатляющие. Это экран Quad HD, 4 гигабайта оперативной памяти. Это процессор Helio X10. То есть, в общем-то, очень неплохо. Это, можно сказать, почти топовые характеристики. Другое дело, что этого процессора для экрана Quad HD все-таки маловато. То есть, здесь хотелось бы еще более крутого флагманского решения. Например, Qualcomm Standard 810 или топовых Exynos. Но вот только так. В Antutu этот смартфон у нас набрал почти 48 тысяч баллов. На самом деле, это не так плохо по сравнению вот с такими аппаратами. Но, если сравнивать его с флагманами известных брендов, то он существенно от них отстает. Потому что, например, топовые смартфоны в Samsung набирают в Antutu больше 80 тысяч баллов. С другой стороны, скажи, у тебя там чего-нибудь тормозило вообще или нет? Нет, ничего не тормозило при повседневном использовании. Но игры, допустим, шли не так комфортно, как хотелось бы. И я допускаю, что завтра может выйти игрушка, которая будет здесь действительно сильно тормозить. Еще один минус, связанный тоже с аппаратной платформой и, естественно, тоже с экраном, это достаточно небольшой срок автономной работы. При батарейке в 4000 мАч этот смартфон должен был работать гораздо дольше, если бы там были соответствующие комплектующие, более сбалансированные, как вот здесь. Этот же аппарат в итоге работает около одного дня без подзарядки. И в каких-то нагрузочных сценариях он разряжается достаточно быстро, даже быстрее, чем смартфоны, у которых меньше емкость батареи. Мы провели дистальное тестирование. Вы найдете его вскоре на сайте ixbt.com. Там будут все подробности об этом рассказаны. Так что читайте, заходите, смотрите. В целом, впечатления от аппарата смешанные. Вариант на любителя, вариант для тех людей, которым важны именно флагманские характеристики и которым не так важен дизайн. То есть я бы на самом деле его не мог рекомендовать пользователям, но если кому-то важен именно экран Quote HD, и они готовы приобретать китайский аппарат за цену больше 300 долларов, то пожалуйста. Ну, насколько я понимаю, здесь еще достаточно крутая камера на 21 мегапиксель, хотя, конечно, она не будет как в том же самом Sony. То есть она снимает похуже, чем у Sony, хотя разрешение может быть вполне такое же. Ну, дело в том, что китайцы всегда страдают тем, что ставят не такие хорошие линзы сюда, и софт у них не настолько отточенный, как у тех же Sony, у которых есть система обработки изображений, которые они в телевизорах пилили и потом сделали в себя, в смартфонах. Итак, это у нас был Elephone Wolny, это Ukitel K10000, с вами была программа «Китайская барахолка». В следующий раз мы обязательно покажем вам кое-что интересное. Это VK-Volt. Бюджетник VK-Volt, по-моему, это VK-7000, бюджетник, который стоит всего 50 баксов. Я его тоже буквально сейчас получил. У него слабые характеристики, при этом выглядит он прилично, пользоваться им можно, ну и что-нибудь еще подберем. А также, возможно, вы заметили, что AXBT сменил логотип. Поэтому мы сделали новую сувенирку, и в следующий раз мы разыграем вот эту 16-игговую флешку с логотипом AXBT среди тех, кто комментировал это видео. В общем, смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте, что вам понравилось, что вам не понравилось, что вы хотите увидеть в следующих выпусках «Китайской барахолки». Оставайтесь с нами. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!